Труды Балю Сулама, 415-я страница «Свобода воли», подзаголовок «Четыре фактора». Продолжим. Четыре фактора. Знай, что при любом возникновении чего-либо нового происходящего в творениях мира следует понимать, что оно исходит не в виде сущего из ничего, а в виде сущего из сущего. Другими словами, посредством реальной сущности, которая сняла с себя свою прошлую форму и облачила ту форму, которая проявляется сейчас. Поэтому нам следует понять, что в любом возникновении нового в мире участвуют четыре фактора, и из всех их четырёх вместе произошло и установилось это возникновение. И они называются так. Первая — основа. Вторая — причинно-следственные связи, относящиеся к свойству самой основы, которые не изменяются. Третья — её собственные внутренние причинно-следственные связи, которые изменяются в результате контакта с посторонними силами. Четвёртая — причинно-следственные связи посторонних объектов, которые влияют на неё снаружи. И я выясню каждый из них в отдельности. А, дальше про, я думаю. Подзаголовок. Первый фактор — основа первичной материи. Первый фактор — это основа, что означает первичную материю, относящуюся к этому возникновению, ведь нет ничего нового под солнцем. А любое возникновение, которое может произойти в нашем мире, относится не к сущему из ничего, а к сущему из сущего. Просто некая сущность сняла с себя свою прошлую форму и облачила на себя другую форму, отличную от прошлой. И та суть, которая сняла с себя прошлую форму, определяется словом «основа». И в ней заложена сила, которая должна будет раскрыться и установиться при завершении формы данного возникновения. И потому она, безусловно, считается для него главным фактором. То есть у нас есть первичный материал, который исходит из нуля, из того, что не существует. Это только первичный материал. Это происходит только один раз. И поэтому он называется первой причиной, основой. Италия 4. Раб, это непонятно. Когда он говорит, что первое условие, первый фактор, основа, которая облачила форму предыдущей материи, о какой предыдущей форме говорилось? Всё, что мы видим, есть что-то, что было до того, и вызвало его, чтобы оно возникло. В то время как есть такая форма, которая называется первопричиной, основой. Он первый. Первичная материя. Мы будем учить. Это желание получения, которое вышло сотворённым из ничего, сущим из ничего. Почему из ничего? Потому что до него не было желания получения. И оно возникло вот так из нуля, из того, что не существовало. Поэтому он говорит, основа — это первичный материал, относящийся к этому возникновению, ведь нет ничего нового под солнцем. А любое возникновение, которое может произойти в нашем мире, относится не к сущему из ничего, то, что было с основой, а к сущему из сущего. Просто некая сущность сняла с себя свою прошлую форму и облачила на себя другую форму, отлично от прошлой. И та суть, которая сняла с себя прошлую форму, определяется словом «основа». И в ней заложена сила, которая должна будет раскрыться и установиться при завершении формы данного возникновения. И потому она, безусловно, считается для него главным фактором. Это основа. Так во всём. Как мы это учим? В четырёх стадиях прямого света всё-таки там было что-то, желание, которое чем-то отличается от высшего света, от свойства отдачи. И эта разница вызвала появление четырёх стадий прямого света и последнюю стадию, то есть желание получения. Понятно? Вторая причина. Второй фактор. Второй фактор — собственная причина и следствие. Второй фактор — это порядок причин и следствий, относящийся к собственному свойству самой основы, и он неизменен. Например, пшеница, сгнившая в земле и перешедшая в состояние засеянных семян, это перегнившее состояние и называется словом «основа». То есть тут следует понимать, что суть пшеницы сняла с себя свою предыдущую форму, которая у неё была, а именно форму пшеницы, и приняла новое качество в виде сгнившей пшеницы, то есть семени, называемого основой, лишённого всякой формы. И теперь, после того, как она сгнила в земле, она стала способна облачить на себя другую форму, то есть форму зёрен пшеницы, способных вырасти и родиться из этой основы, являющейся семенем. И всем известно и очевидно, что эта основа не облачится ни в форму ячменя, ни в форму овса, а облачится лишь в соответствии с той прошлой формой, которая сошла с неё, а именно одного зерна пшеницы. и хотя она может в определённой степени измениться, как по количеству, так и по качеству, ведь в прошлой форме было одно зерно пшеницы, а сейчас десять зёрен, а также по вкусу и красоте, однако суть пшеницы остаётся неизменной. Таким образом, тут есть причинно-следственный порядок, относящийся к собственному свойству самой основы и не изменяющийся никогда, ибо из пшеницы, как мы выяснили, не вырастет ячмень, и это называется вторым фактором. Понятно, да? Пока что это понятно. Дальше. Третий фактор — внутренние причины и следствия. Третий фактор — это внутренние причинно-следственные связи основы, которые изменяются под влиянием контакта и столкновения с посторонними силами, действующими в её окружении. То есть, это уже посторонние факторы, с которыми она входит в контакт. Это означает, что мы видим, что из одного семени пшеницы, сгнившего в земле, вырастает, рождается много семян и иногда лучше и больше, чем было это семя до того, как его посеяли. Таким образом, тут обязательно присутствуют дополнительные факторы, которые приняли участие, соединившись с силой, заложенной в основе, и благодаря этому появились и произошли все те добавки в количестве и качестве, которых совершенно не было в прошлой форме пшеничного зерна. И эти дополнительные факторы, вещества и соли, находящиеся в почве, и дождь, и солнце, и все они влияли на нее, отдавая свои силы и соединяя с силой, заложенной в самой основе. по порядку причины и следствия и привели они к упомянутому появлению увеличения количества и качества. И следует понять, что этот третий фактор соединяется с основой в ее внутренних свойствах, так как сила, заложенная в основе, управляет им, то есть этими факторами, ведь в конечном счете все эти изменения относятся к роду пшеницы, а не к другому роду. И потому мы определяем их как внутренние факторы, которые все же отличаются от второго фактора неизменяющегося ни в каком аспекте, в отличие от третьего фактора, который изменяется по количеству и по качеству. Да, так это воздействует на основу пшеницы, которая меняется. Четвертый фактор причины и следствия от посторонних явлений. Четвертый фактор это причина следственной связи, происходящей от посторонних явлений, которые действуют на него снаружи. Это означает, что у них нет прямого отношения к пшеничному зерну, как у солей, дождя и солнца, они происходят от явлений посторонних для него, таких, как соседи, находящиеся поблизости, или внешние события, вроде как града или ветра и тому подобные. И вот ты видишь, что эти четыре фактора соединяются в пшеничном зерне в течение всего времени её роста и каждое частное состояние, через которое проходит зерно в течение этого времени, обусловлено всеми четырьмя факторами. Ведь количество и качество состояния определяется ими. И как мы обрисовали это с пшеницей, такой же закон действует в разного рода новых явлений, происходящих в мире, включая даже мысли и знания. Например, если мы вообразим себе некое состояние знаний какого-нибудь человека, а именно состояние религиозного человека или светского, будь он очень религиозным или нет, или средним, мы тоже поймём, что это состояние возникло и установилось у человека под действием выше названных четырёх факторов. наследственное наследственное обретение. Первый фактор это основы, являющиеся его первичной материи. Ведь человек создан как суще из сущего, то есть из плода мозга своих родителей. И потому он в определённой мере подобен копии, перенесённой из одной книги в другую. Другими словами, почти всё, что было принято и постигнуто его отцами и отцами его отцов переходят так же и к нему. Однако разница состоит в том, что они, то есть эти люди находятся в состоянии снятой формы, подобно посеянной пшеницы, которая может быть семенем лишь после того, как сгнила и сняла с себя прошлую форму. Аналогично из капли семени, из которой рождается человек, в ней уже нет ничего от форм её предков, кроме одних лишь скрытых сил. Ведь те понятия, которые были у его предков в виде приобретённых знаний, стали у него просто склонностями, которые называются свойствами или привычками, без которых, без того, чтобы он даже знал, почему он так поступает. И тем не менее, они являются скрытыми силами, которые он унаследовал от своих предков. Таким образом, не только материальные обретения переходят к нам по наследству от предков, но и духовные. и все знания, обретением которых занимались наши предки, переходят к нам по наследству из поколения в поколение. И отсюда исходят и проявляются всевозможные склонности разного рода, которые мы находим у людей, такие как склонны верить или критиковать, склонны удовлетворяться материальной жизнью или жаждущий только лишь духовного нравственного совершенства и ненавидящий никчёмную жизнь, скупой, расточительный, наглый, стеснительный. Ведь все эти образы, в которых люди видят, в которых люди видят нам, происходят не от их собственного обретения, которого были, а лишь посредством простого наследования, которое досталось им от предков и предков их предков. Как известно, в мозгу человека есть специальное место, где находятся эти унаследованные качества, которые называются продолговатый мозг или подсознание, и все эти склонности проявляются там. Однако, поскольку знания наших предков, являющиеся результатом их опыта, становятся у нас просто склонностями, они считаются подобными посеянной пшенице, которая сняла с себя прошлую форму и осталась голой, и в ней лишь силы скрытые, они способны принять новые формы. А в обсуждаемом нами предмете склонности способны принять формы знаний, которые поэтому считаются первичной материей. И это первый фактор, являющийся главным и называемой основой, в котором заложены все силы для тех особых склонностей, которые он унаследовал от своих родителей, и они называются наследием предков. И знай, что из всех этих склонностей есть такие, которые проявляются как раз в отрицательном виде, то есть обратно тому, как это присутствовало у его предков. Отсюда происходит выражение, что все, что у отца в тайных мыслях, у сына выражается явно. И причина этого в том, что основа пребывает в состоянии, когда она сняла прошлую форму, чтобы облачить новую. И потому она близка к отрицанию форм знаний его предков, подобно пшенице, сгнившей земле, теряющей всю ту форму, которая была у зерна. И вместе с тем это зависит от трех остальных факторов, как я уже писал выше. Да, дорогой Раф, вроде же мы говорим о том, что духовное не передается по наследству. Где-то видел, что здесь есть духовное. физических свойствах идет речь здесь. Разумеется, Тора не переходит по наследству. Таков наш закон. И то, что у Баль-Сулама был такой особый сын, как Рабаш, или у Раби-Шимана был особый сын, это ну как бы случайно. Но на самом деле не должно быть. Абсолютно нет. А что значит, что это тайно и сына становится явным? Здесь нам вообще нужно понять, что если мы говорим о духовном, то отец и сын это причина и следствие. Это два состояния, которые могут быть в одном человеке или это два человека, между которыми нет никакой телесной связи, как у отца с сыном в нашем мире и так далее. Если ты говоришь о материальном, то это материальное, если о духовном, то духовное. Тебе нужно каждый раз подходить к материальным образом, а к духовному духовному. Что ты хотел спросить? Вы ответили на вопрос. Он пишет, что это что-то, что может запутать, и без вашего объяснения это может путать. Он говорит, что не только обретенные наследственные свойства есть у нас, но и духовные. Но сейчас вы это объяснили. это одно. А второе, даже если приходит что-то, мы еще будем учить, что может пойти материальным образом, и это ни к чему совершенно не обязывает. Свобода выбора остается, и она существует в каждом. что же здесь духовное, а что материальное в тексте? Что такое материальное приобретение приходит по наследству? да, да. We даже видим это в жизни. Цייר, музыкальный, всякая, 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 особенность в том, что-то не это не потому, что он в доме это . потому, что в каждом это они работают в тюра. Мы видим что-то у нас есть разные спори с теми с с и с что мы не можем, скажем, чтобы делать что-то, чтобы начать что-то, или что-то. Это как-то. Это может быть обеиром из-за того что-то из-за того что-то из-за и в руководстве нет. А в руководстве нет ни с чем-то шум эшпаде. Никак. В Торуне не работает в Иеруша. Это хок. это что если мы хотим дать лилет, и если мы хотим дать лилет какую-то храну, то мы дать ему, мы дать ему, но в том, что он получает это, и мы можем иметь это действительно, есть у нас больше демократов, что это не мешает никакой. В любом случае, это демократно, как бы иначе. Есть что-то, что переходит только в материальном. Если есть отец, и отец сделал ребёнка, то ребёнок получил от ребёнка что-то духовное. А то, что он возник из его семени, это совершенно-совершенно такие пустые верования. Да. Когда он говорит, что и духовные состояния передаются по наследству, он имеется в виду, как Вы объяснили, что это причина следственная на духовном уровне. Совершенно-совершенно нематериальная. Иначе вся Тора просто разрушается. Если мы будем так думать. Всё зависит от отца, от дедушки, благодаря заслугам праотцов. Заслуги праотцов у нас — это нечто иное совсем. Это понятно. Поэтому ни о чём не нужно сожалеть. И не нужно сожалеть, что ты не чей-то внук, не происходит каких-то там великих духовных авторитетов. Но всё-таки послушаем вопросы. Телеви в четыре. Спасибо, Раф. Можно ли сказать, что всё развитие пшеницы для того, чтобы раскрыть источник? То есть в личном счёте — да. Москва — один. Да, дорогой Раф. То есть получается, человек, который поднимается по ступеням, он должен, получается, жить в двух законах. В нашем, в двух законах, нашего материального мира и духовного мира, где исправление не связано друг с другом. Верно. 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 Тель-Авив 3. Раф, мы говорим, что нет материального, всё духовное. Что же мы учим в этой статье, что он нам хочет рассказать? Я не понял. Он хочет объяснить нам, что есть такие понятия в нашей жизни, которые мы называем материальными. материальными. И то, что это переходит к нам, приходит к нам из духовного корня, который охватывает всё, ну так да, охватывает. Верно. Но не относи материальные вещи к духовному, потому что всё исходит от Творца. Но не говорится о тебе. Тебе нужно принимать эти вещи и вести себя в них так, как каббалисты объясняют. Мы продолжим читать, и ты увидишь, что происходит. Ты видишь, следующий заголовок — это влияние окружения, которое, собственно, исправляет всё. И в ней, с помощью духовного развития, любви к товарищам, объединения между нами, мы приходим к состоянию, где всё приходит в порядок, всё зависит от человека, который хочет уподобиться Творцу. Всё. Всё остальное приходит свыше, все подобны животным. Ну, быстро, Север 2. Раф, с какой ветви мы получаем семя духовного развития? Это высшие силы, не спрашивай меня. Попроси Творца, если ты хочешь получить помощь в этом. Почему? Ты получил пробуждение, а твой сосед нет. МАК-20. МАК. Нет, появился зачёт. Спасибо. Другой Раф, у нас некоторая путаница между формой и свойствами. То есть, можем ли мы определить духовную форму как набор свойств, в том числе и потенциальных? ЛО. ЛО. А цура руханит и милла... Нет, духовная форма раскрывается только с помощью связи авиюта и экрана. 5.35. Спасибо. Раф, в течение дня мы выходим из урока. В чём заключается наша свобода выбора? Я сейчас объясню тебе в течение двух минут, которые остались нам с урока, что такое свободный выбор. наш свободный выбор, это всё время предпочитать связь с товарищами и с товарищей с Творцом, к Творцу. Всё. Всё остальное иди и учи. Ну, что делать? Стать женщинам несколько минут? Подождём. Давайте сделаем так. мы закончили этот отрывок? Да, до подзаголовка влияние окружения. Ну, с божьей помощью продолжим завтра влияние окружения. я прошу всё-таки пройти хорошенько утреннюю статью, которая у нас была, чтобы нам было понятно с начала до конца и от конца к началу в двух направлениях, потому что это статья, в которой есть многое. Но если взять её как основу, она поможет нам раскрыть ещё многие вещи. и на этом закончим. Ну, сегодня у нас нет передач, а закончим песней. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok